Пенсионер спас семью из горящего дома. Мужчина вынес из огня женщину и пятилетнего мальчика, в то время как глава семейства спал. О счастливом стечении обстоятельств, которым заинтересовались и органы опеки, расскажет Юлия Ефремова. Марат Кашкентаев профессиональным взглядом оценивает, во сколько обойдется восстановление дома после пожара. Он работает строителем. Несколько дней назад мужчина приехал к пожилой матери помочь по хозяйству. Случайно заметил, как из соседского дома идет дым и не раздумывая бросился на помощь. Я ее вытащил через окно. И пацан еще маленький. И вот этот отломался туда, вот этот отломался, он отломался, и только дом не был полный. Пятилетний Ерсеин для своего возраста плохо говорит. Зато очень эмоционально показывает, как в доме начался пожар. Мальчик еще не понимает, что остался чудом живых, благодаря незнакомому ему мужчине. Очевидцы пожара уверены, если бы не Марат, все могло бы закончиться куда печальнее. Детальный исход был бы, конечно, потому что не успели бы. Пожар, когда уже приехали, уже горело во всю крыше. Уже во всем доме уже был дым. Если бы не вытащили вовремя, то, конечно, могли бы накладаться дымом, и, может быть, еще не успели бы даже вытащить их. Следователи практически сразу установили, что стало причиной пожара. Хозяин дома, вероятнее всего, заснул с сигаретой на диване. Из-за того, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он не почувствовал запах дыма и проснулся, когда дом уже полыхал. Оно вспыхнуло так, что у меня, я когда выбегал, он опалился. Руслан Бодиков – неработающий отец-одиночка. Старшего ребенка накануне случившегося забрали родственники. Теперь решается судьба Ерсаина. Марат Кушкентаев, имея строительные навыки, уже предложил соседу свою помощь в восстанавливании дома. Мужчина говорит, что теперь чувствует ответственность за спасенного мальчика. Тем временем с семьей погорельцев уже заинтересовались органы опеки. Специалисты заявили, что лично проконтролируют, в каких условиях будет жить ребенок.